Утро для жильцов дома номер 32 по улице 30 лет Победы сегодня началось необычно с визита сотрудников полиции. Они обошли все квартиры трёх первых подъездов и предложили людям покинуть здание. Пригласили сюда погреться, чай организовали с печеньем. Кто хочет, пожалуйста. Приютили хорошо. Кто чего скажет. Конкретно никто ничего не говорил. С половиной одиннадцатого. А по какой причине вас сюда эвакуировали? Пришёл милиционер и сказал, под вашим стояком нашли гранату. Пожалуйста, одевайтесь, покиньте это помещение. Ну, мы собрались и вышли. А потом нас сюда пригласили, чтобы мы не замёрзли. Организовали чай, печенье. Ну, в общем, незамерзаемости с ним ждём. По предварительной информации, в подвале дома между первым и вторым подъездами слесарь во время обхода обнаружил устройство, похожее на гранату. Далее началась работа по установленному алгоритму действия в подобных ситуациях. По реагированию муниципального звена хочу сказать, что здесь отработали по данному случаю очень неплохо. Значит, здесь и ТСЖ, он старший, и участковый. Особенно хочется отметить работу участковых, которые прошли моментально по всем вот этим трем подъездам. Отработали. Кто открывал дверь, значит, просили, чтобы они вышли, потому что эту угрозу никто не отменял. И есть алгоритм действий по решению данных вопросов. То есть развернули пункт временного размещения, чтобы люди не стояли на улице, а вот находились в тепле. Также наша служба торговли и питания организовала горячий чай, печенье. Потому что люди, чтобы чувствовали себя комфортно даже вот в той ситуации, в которой мы с вами сейчас находимся. Ждем оперативную группу, которая приедет с Саратова, которая определит именно тот объем задач, который именно в этой ситуации будет решаться. Остальные комментарии, связанные с обнаружением предмета, и дальнейшие действия, это будет старший штаба, может дать комментарии по данному вопросу после проведения определенных следственных мероприятий. Эвакуация прошла быстро. В течение 10-15 минут из дома вывели около 50 человек. Опасная зона была оцеплена. В доме отключили газоснабжение. Большинство жильцов в это время находились уже на работе и на учебе. Поэтому в Ивакопункте, организованном в художественной школе, обосновались в большинстве своем пенсионеры. «Чуть-чуть потерпите. На подъезде въезд в город. О, это уже полчаса уже. Не так официально. Полчаса уже въезд в город. Мы сами рассосёмся, наверное. Мы уже скакали. Но всё равно спасибо за понимание, потому что, я говорю, такие неординарные ситуации бывают, они не так часто у нас здесь. Да помилуй Бог. Люди не могли попасть в свои дома больше четырёх часов, потому что всё это время ждали сапёров из Саратова. После прибытия группы инженерно-технического сопровождения Саратовского ОМОН и Росгвардии начались работы по определению опасного устройства. Специалистам понадобилось всего несколько минут, чтобы определить, что это муляж гранаты РГ-42. Балаковцы, вынужденные почти четыре часа ожидать возможности попасть в свои квартиры, были в недоумении. Как в городе, где работает множество потенциально опасных предприятий, нет сапёров. Хорошо в этот раз обошлось. А если бы счёт времени шёл на минуты? Вопрос, над которым стоит задуматься нашим правоохранительным органам.